всем привет и снова с вами я елена и сегодня я буду проводить еще один эксперимент я попробую покрасить канву акриловыми красками покажу и расскажу что из этого получится поделюсь всеми нюансами окрашивания канвы и в конце проверю линяет ли вот такая окрашенная акриловыми красками канва и так с чего все началось мне очень понравился вот такой вот шарик и я естественно захотела его вышить и естественно этот набор снял с производства его нельзя купить мне в этом плане везет с подушкой было то же самое но в общем то это не страшно я решила вышивать подбором нашла оригинальную схему и мне понадобилась канва двух цветов сиреневого и зеленого канвы много но нет нужен цветов я решила не покупать а покрасить свою а в идеале нужно использовать специальные краски для патиков у меня их нет но у меня много акриловых правда нужные оттенки нашлись не в наборе моих красок а в остатках красок от моей картины по номерам будем надеяться некачественные канва а в оригинале нужен 300 аккаунт равномерки у меня есть 25 я буду вышивать на нем у меня она есть в белом и бежевом цвете но мне показалось что чтобы достичь нужного мне оттенка лучше использовать вот эту канву бежевую она правда с разметкой но это не страшно разметка тестировается она водорастворимая решила стирать и покрасить казалось бы ерунда но не тут то было вот у меня два отреза ткани один будет сиреневым второй зеленым начало стирать первый кусок около получаса терла стирала замачивала разметка осталась четко видно не красным цветом бежевым но очень четко расстроилась махнул рукой повесила сушиться решила искать другую канву а прошло пару часов канва высохла смотрю разметка исчезла да именно исчезла стираю в трое кусок уже минут пять не напрягаясь отстирываю красный цвет разметки остаются бежевые полосы разметка четко видна вешаю сушиться канва сохнет разметка исчезает похоже что этой ткани какая-то особая разметка а если она мочить проявляются бежевые полосы и кстати когда я смачивала канву и перед покраской они тоже проявились а в особенности на втором куске которая меньше терла но после покраски полос не было при высыхании не полностью исчезают да какая-то особая ткань это что все хорошо закончилось и стала я красить канву и так покраска а для удобства я обернула пластиковый коврик пленкой на нем я решила красить а взяла 1 разовый стакан и развела в нем сиреневую краску а разводить нужно очень хорошо если останутся комочки и на ткань попадут вы уже с ним ничего не сделаете будут пятна а если краска плохо размешивается остаются комочки а нужно принципиально ровный окрас без пятен а то возможно даже лучше пропустить ее через марлю или сито а я сделала вот такой вот сиреневый раствор вода и акриловая краска я читала что нельзя разводить очень насыщенный раствор краски иначе канва станет жесткой у меня два куска канвы я решила попробовать два способа проверить какой лучше первый способ рекомендуется окрашивать влажную ткань именно влажную я первый отрез увлажнила ванной очень хорошо увлажнила с помощью пульверизатора ткань должна быть полностью равномерно влажной я положила ткань на коврик обмотанной пленкой и стала поролоном наносить краску равномерно не спеша так как ткань была влажной краска очень легко ложилась забегая вперед скажу что именно этот способ намного лучше и удобнее краска лучше ложиться чем на сухую ткань и ее нужно в два-три раза меньше чем если красить сухую ткань единственное как я уже говорила нужно очень хорошо размешать краску в воде чтобы не было комочков если будет комочек и он придет на канву останется пятно вы уже с ним ничего не сделаете будут темные точки развода а канву конечно лучше вложить в одно сложение есть есть возможность но в крайнем случае можно сложить как я сделала с отрывку слом а вот что получилось сравните а если вам покажется что оттенок краски слишком светлый а хочется потемнее более насыщенный более яркий нужно канву высушить и покрасить еще раз а вот что получилось сравните а вторую отрез ткани я красную другим способом на сухую сразу скажу не понравилось а канва очень плохо пропитывается краской и кроме того раствора краски нужно вдвое втрое больше окрасить канву нужно с обеих сторон она очень плохо пропитывается и намного больше вероятность что появятся пятна и неравномерный окрас разводы второй способ мне не понравился красить неудобно и краска плохо ложится но тем не менее цвет получился красивый и кстати более яркий и кстати есть еще и вариант покраски канвы третий вариант если вам нужен неравномерный окрас абстрактные пятна и полосы возьмите емкость для краски побольше пошире возьмите канву окуните ее в эту емкость и хорошо помните и отожмите и вот так вот мяты и высушите а появятся интересные неравномерные более темные полосы сушка сушка окрашенной канвы естественно канва мокрая с нее бежит краска и вода я с помощью салфетки убрала лишнюю краску и влагу и повесила сушиться а я промакивала канву еще минут 15 вода с ткани не должна капать во-первых если этого не делать останутся потеки и разводы и низ канвы будет окрашена более темнее а а салфетка полностью убирают лишнюю краску и влагу а во-вторых все вокруг можно испачивать краской а кроме того нельзя вешать рядом окрашенные в разные цвета ткани окраска переходит с одного куска ткани на другой пятнами вот так переходит очень легко и мгновенно а вот что у меня получилось вот такие цвета я очень довольна сейчас я их поглажу а меня оттенки устраивают ткань жесткая не стала совсем не стала а как я уже говорила если кому-то нужно более яркий цвет покрасить канву еще раз а лучше не делать сразу очень насыщенный раствор а вот я погладила оттенок красивый мне нравится а есть небольшие пятна с краю но для меня это не принципиально а дело то что я буду вышивать не цельную картину я буду вышивать очень много маленьких элементов и там где пятнышка вот с краю например я просто отступлю это место и буду вышивать рядом результатом я довольна а теперь самое главное сейчас я проверю линяет ли вот такая канва а естественно напомню у меня краски акриловые не с моего набора хорошие краски а это краски от картины по номерам здесь возможно чуть хуже качество красок но тем не менее акриловой краски после высыхания они не смываются водой и посмотрим что сейчас будет линяет ли она и еще один момент а если бы я планировала вышивать белыми нитками по этой канве я бы наверное не красила не рискнула бы но в моей вышивке не планируется белых цветов более того на зеленом канве у меня будут в основном только зеленые нитки поэтому сильно не полиняет любом случае а как я буду проверять я беру белую нитку хорошо и смачиваю водой беру белый платок тоже его немного увлажняю ложу нитку накрашенную канву сверху накрываю платком влажным платком и утюгом хорошо проглаживаю и смотрим на платоке нитку все прекрасно канва не полиняла нитки и платок остались белые то же самое проделала с отрым куском тоже все отлично канва не линяет результатами осталось очень довольна так что теперь буду вышивать мой мячик а что из этого получится вы скоро увидите надеюсь мои эксперименты по окраске канвы были полезными сейчас буду прощаться думаю что в одном из следующих видео покажу все свои процессы а как-то давно их не показывала и всем до новых встреч и и Продолжение следует...